В 21 веке на планете Земля будет не только очень много людей, но и очень много автомобилей. В повестке дня уже сегодня стоит вопрос рационального использования транспортных средств. Контроль – дело нужное в российских широтах. Можно ли, например, перевозки пассажиров и грузов сделать менее затратными? И нужно, и можно, ответили специалисты Владимирского завода «Электроприбор», проработав несколько лет в своем конструкторском бюро. Итогом их творческих размышлений стал радиотелефонный диспетчерский комплекс «Луч». «Луч» – это достаточно интересная, на наш взгляд, система. Мы ее разрабатывали совместно с Министерством транспорта по его заказам, под его технологией перевозок. И на сегодняшний день «Луч» обеспечивает то, что просят транспортники. В любой автомобиль ставится радиотелефон, сигнал попадает на экран диспетчера, и все, контроль за движением обеспечен. Что такое «Луч»? Это система, которую не все оценивают и любят, система связи с барышней. Барышней я называю пульт, где сидит человек, который может управлять. Сильно компьютизированная система. Она умеет собирать информацию с подвижных объектов об их состоянии, о том, где они находятся, без ведома водителя. Довольно простой набор составляющих. Но какая возможность охвата пространства и управления им? Брянские автотранспортники оказались в числе первых, кто приобрел «Луч». И считают, что не зря. За год работы радиотелефонный диспетчерский комплекс полностью окупил себя. Экономичнее работа, меньше дотаций. Эта система позволит нам в 21 веке определить то, что наименьшим количеством подвижного состава можно эффективно перевозить пассажиров в городе, выполнять те качества перевозки, которые необходимы для пассажира. А сегодняшний момент, когда недостатки пассажирского транспорта, то для этой системы, для этого направления, я думаю, что город наш выбрал правильный путь. И этот путь в будущем, наверное, для всех городов России. Это первое преимущество. Что мы способны в любое время оказать пассажирам или в случае дорожно-транспортного происшествия, или в случае, когда пассажиру необходима скорая помощь, или работникам ОВД какие-то вопросы нужно решить. То есть система позволяет решить эти проблемы в самые кратчайшие сроки, вызвать необходимые направления или службы и работать. Это второй плюс. Я думаю, что эта система должна работать в городах не только для пассажирского транспорта, но для всех отраслей хозяйства городов. То есть это гражданская оборона, это скорая помощь, это горводоканал. То есть все структуры, которые имеются сегодня в городах России. Для деловой фантазии размах. Можно провести совещание на колесах. Диспетчер соединит всех участников селекторного разговора. Можно из автомобиля позвонить, хоть на крайний север, хоть на южный полюс. Партнерам в любую точку земного шара. Индивидуальный вызов тысячи мобильных объектов. Можно консультации получать сразу на ходу. Кстати, для службы спасения луч незаменимая коммуникация. О сельских старостах тоже вспомнить стоит. На каждом своем сходе они прежде всего жалуются на телефонную связь. А еще лесоводы, охотники, геологи. Да мало ли кто еще нуждается в точном определении координат, в надежной связи. Кстати, только ли один Брянск пользуется этой системой? Нет. В Челябинске луч используют скорая помощь. 12 минут и бригада врачей на месте вызова. В Сургуте комплекс на службе не только у медиков, но и у жилищно-коммунального хозяйства. И в Министерстве чрезвычайных ситуаций. В Краснодаре луч используют дорожники, в Сочи связисты. Во Владимире систему внедряют пожарные и приглядывается к ней горводоканал. Полагаем, что у радиотелефонного комплекса «Луч» поле возможной работы значительно масштабнее, чем предполагают пока даже сами авторы-разработчики. В связи с тем, что «Луч» построен достаточно интересно, в связи с тем, что он умеет определять свое местоположение достаточно хорошо, задействованы современные технологии. То есть, определяя свое местоположение, он принимает сигналы с летящих над землей спутников. В любой точке земного шара он себя найдет. В связи с этим мы ожидаем, что за этим направлением будет некоторый коммерческий успех. – 21-й, ответьте лучше. – Слышу вас хорошо. Сейчас нахожусь в Бордовичев. – Добрый день. – Добрый. – Все нормально, отметочки все есть до одной. – Да хорошо ли Бога? – Это хорошо. – Мы будем честно и регулярно. – Да, все. – Сдравим планы и деньги. – А будет ли комплекс дальше совершенствоваться в связи с потребностями рынка? На этот вопрос вам всегда положительно ответят на заводе электроприбор. Телефоны 23-50-89, 23-03-23, 23-28-59. Факс 23-19-15, 23-03-23. Факс 23-19-23-23-23-23-23-23-23-23-24-25. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова